Здравствуйте, мои хорошие! Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте! Подключайтесь! Мы с вами находимся в эфире. Что за программа? Пока все дома. Пока я в такси, программа называется. Пока я еду в такси, поболтаем в эфире. Всем привет, мои хорошие! Давайте заряжаться на хорошее настроение. Нравится наращивание L или все-таки D? Очень понравилось наращивание L, потому что D, мне кажется, слишком закрученное. Ну, как бы я люблю просто иногда меняться. Юля тоже в прямом эфире. Ой, надо же, я не знала, честно. Юля в прямом эфире. Ну, у меня просто совпадает все это с моим путешествием. Сегодня я поеду на манипюр. Вот эта вот история классная. Поеду делать то же, что... Ну, практически то же, что в прошлый раз. Просто у меня тут небольшая авария произошла. Смотрите. Сломала ногу вчера, поэтому сегодня экстренно я еду. Ну, и к тому же хочется поярче. Юля уже вышла с прямого, да? Только хотела попросить вам передать ей от меня привет пламенный. Кстати, в четверг в прямом эфире в 11 часов Юлю с Тиграном будут показывать на ТНТ. Реночка, здравствуйте, моя дорогая. Всем привет, кто присоединился. Так. Голосочки одинаковые с сестрой. У вас там уже и тут пока... Прямо как деревня в Простоквашино. Ваткинску привет. Узнаю вас и ваши сообщения. Перепутали, да? Алмазы на голове. Я с алмазами, вы не перепутаете. Запомните, Катя с алмазами на голове. Привет, Кам. Каким шампунем для волос пользуешься? Я вообще сама волосы редко мою. Как правило, это все делают профессионалы в салонах. И я, в принципе, доверяю косметике. Всем привет. Привет. Посоветую, как избавиться от... Сейчас, сейчас. От мнительности, если дело касается здоровья. Я очень боюсь всегда головных болей. Начинаю надумать. Я тоже очень боюсь головных болей. И они меня очень сильно иногда мучают. Но, на самом деле, мы очень часто диагнозы в себе выдумываем. Организм слушается и потом, естественно, будет болеть там, где вы себе надумали. Поэтому лучше верьте в то, что вы здоровый человек и что вас это не коснется. А если заболела голова, например, просто выпейте таблетку и отдохните. Ну, я бы так сделала. Хорошо выглядишь сегодня. Спасибо большое. В прямом эфире же их показывают. Нет. Вы что? С Малахом не путайте. Так. Ох ты, какой майкап. Супер. Спасибо большое. На самом деле, ничего особенного. Просто этот фильтр делает много блеска на веках. Ты уверена в себе? Да. Но я, знаете, не всегда была уверена в себе девушкой. И в юности я порой даже стеснялась сказать совершенно, знаете, не вызывающие вещи. Лишь бы на меня лишний раз не обратили внимание. Потому что меня это смущало. Вот. Это Катя, а не Юля. Гозиас ходит везде по шоу. Я не знаю, честно говоря, что в жизни у Гозиас происходит. Так. Хатя, ты всегда красивая. Спасибо большое. Очень приятно. Вы, сестры, очень изменились со времен дома. В лучшую сторону. Спасибо большое. Я от Юли к тебе в эфир ушла. Интересно. Ну, такой момент. Приятно, конечно. Еду я на маникюр. Надеюсь, я не опоздаю. Так. Как избавиться от проблем с кожей? Знаете, бывает возрастное, честно, на себе испытала. У меня была неровная кожа, сыпь. Но тогда мне было за 20, чуть за 20. Ну и тогда, я скажу честно, использовала какую-то говняную косметику, вот эту тоналку, на которую, мне кажется, аллергия была бы даже у собаки, если бы ее намазали. Вот. Поэтому я рекомендую, конечно же, во-первых, тщательно очищать лицо от макияжа. Не спите с косметикой. Это по малолетству многие грешат такой темой. Во-вторых, используйте гипоаллергенную косметику и раскошельтесь на дорогой тональник. Увлажняйте кожу хорошо. Иногда неувлажненная кожа, как можно сказать сказать, становится сильно чувствительной и возникают высыпания. То есть тут тоже нужно. Ну и неувлажненная сухая кожа быстро стареет. Вот. Спасибо за ответ, Катюша. Какую таблетку ты пьешь обычно от головной боли? Я прошу что-то самое сильное в аптеке обычно от головной боли. Но я иногда даже два спазмолгона могу выпить. Ну то есть что под рукой есть. Но на самом деле стоит пойти сходить на МРТ, если вас очень часто боли головные доливают. Но, как правило, если вы сделаете выбор в пользу правильного режима, будете высыпаться. У девушек иногда от этого болит голова, если вы не высыпаетесь или вы сильно стрессуете. Красивые губы, это мода пошла, как утки ходят. Да уже давным-давно все сдули губы. Вы что, где вы видели таких путян? Я тебя люблю, люблю тебя, очень люблю, приятно. Любишь стрит-фуд? Что это такое? Я знаю, что такое фастфуд, а стрит-фуд? Уличная еда? Это что вы имеете ввиду? Шаурму? Иногда люблю. Ты классная, хорошо выглядишь. Спасибо большое, люблю тебя. Как избавиться от черных точек на лице? Какую процедуру посоветишь? Знаете, черные точки, я поняла, они бывают разные. Они бывают прям угри, а бывают просто поры как будто бы не очень чистые. Так вот, если угри, надо, конечно, ходить на чистку. Если вы там под микроскопом и суперсветом стали у себя рассматривать и увидели серые такие поры ваши, типа, и вам показалось, что это просто колодцы огромные на вашем лице, я считаю, что стоит просто очищать правильное лицо и, ну, может быть, сходить на уход к косметологу, тональник поплотнее взять, чтобы этого не было видно. Уже особо не заморачиваться. Вот. Угри, конечно, нужно чистить. А сейчас какой маникюр? Вот такой вот. Такой вот. Маникюр. Вот. Ему уже три недели, на самом деле, стихами говорю. Стать по рекламе, куда тебе написать. Дорогие друзья, по рекламе пишите мне в директ, я с большим удовольствием буду с вами сотрудничать. Вот. Поэтому директ я читаю сама лично, без всяких менеджеров и стараюсь осматривать все. Смотрите, мои хорошие, очень часто пишут одни и те же вопросы еще в директ мне, какого цвета волосы, что за краска, значит, зубы, виниры, не виниры и что на губах. На эти вопросы я ответила всем в сохраненной, смотрите, номер замазал, забрызгал, в сохраненных сторисах. Это те самые кружочки, которые находятся под шапкой в моем профиле, поэтому смотрите, пожалуйста, на здоровье. За домом 2 в последнее время слежу, мне интересно, потому что, не знаю, потому что так получилось. Грусть, тосказ, апатия, конечно, бывает, но ненадолго я склонна к агрессии. Меня, если что-то начинает бесить, я становлюсь злюбкой, мне надо жертва, на которую я наору, но слава тебе, Господи, эта жертва оказывается из чужого круга. Неблизкого. Вот. Но это редко. Это, как правило, ПМСная история. Как относишься к друзьям? Я написала на нее заявление за клевету и за унижение человеческого достоинства. Надо отнести его в полицию. Все никак не соберусь, праздники меня отсрочили. Я считаю, что это проститня. Абсолютно не чести, не совести. Очень низкий уровень человека, который, в принципе, допрыгается до уголовщины. Надеюсь, с моей подачи. Так, ты делала химический пилинг? Очень-очень давно, еще когда я была на проекте, все писали, что я уродка. У меня натянулось лицо. Мне было сложно улыбаться. Я прям облучилась. Вот, помню, здесь вот кожа. Так. Ну ладно, все свои. Катя, ну ты очень рассудительная. Тебе приятно слушать. Смотри, спасибо большое. Мне очень приятно, что вам приятно. Серов подал на нее заявление. Ты чем-то еще? Причем здесь Серов и я вообще-то. Просто девица во всеуслышание заявляла о том, что я за... занимаюсь эскортом, что я ездила к Серову. Ну, и об этом писала в соцсетях, что я ездила на оральный кастинг. Вы думаете, я это оставлю без внимания? Конечно, мы, естественно, накажем. И я считаю, что такие самозванки, которые лезут за чужую... Ну, что-то на Лолиту еще посмела рот открыть. Я считаю, что такие должны быть наказаны лучше рублем и законом, чтобы другим таким же тварям неповадно было клеветать на людей, на достойных людей. И, опять же, возьмем ситуацию с Серовым, да? Сколько грязи и мерзости было, да? Понятно, что Серов сам не святой и, наверное, да, хотел поживиться молоденькой девочкой, но в итоге все-таки он народный артист, и тут какая-то шаболда позволяет себе... Меня очень разочаровал Малахов, что он прям копался в этой грязи и снимал многосерийный фильм украин, вот эту низкую, друзьяк, ради рейтинга. То есть я думаю, что все давным-давно поняли, что образ благородного Малахова – это далеко в прошлом. А пока что это коммерция. Вот так. Передай привет Белоруссии. Минск, привет! Мы, кстати, скоро к вам прилетим ненадолго. Катя, пять раз спросила, вы за рулем? Нет, я не за рулем. Я пассажир просто на переднем сиденье, потому что здесь лучше свет. На заднем сиденье темно. Я всегда планирую выйти в эфир по дороге с вами, дорогие друзья, и беспокоюсь об освещении, чтобы вам было приятно смотреть. Расскажи, пожалуйста, как мне принимать всё близко к сердцу? Ну, мне удаётся. У меня есть... Я Овен по гороскопу. У меня есть такая черта, что ради моего блага я могу послать всех нахер. И вот так вот. Есть люди очень чувствительные, которые сильно переживают и в себе конденсируют эту обиду. На самом деле я хочу вам просто напомнить, что любые ваши мысли, которыми вы себя изводите, гоняете по кругу – это ваша энергия. И когда вы тратите вашу энергию на обидные мысли, получается, ваше настоящее проходит в этих обидных мыслях. Это нерационально. Лучше откинуть эти мысли и заняться чем-то, что будет улучшать вашу жизнь или приносить вам удовольствие, и тратить на это вашу энергию. Вот. Если получится, я желаю вам удачи. Кто мудрее – ты или Юля, на твой взгляд? Ну, конечно, любая скажет – я. У нас совершенно разные жизни две, да? Как мать, естественно, мудрее Юля. Ну, я не скажу, что кто-то из нас тупой, кто-то из нас суперумный. Вот. Честно говорю, как есть. Я тоже овен, так же нах посылаю, чтобы нервы не тратить. Да, не всегда удаётся, вот. Но мне кажется, что… Ну, может быть, это не зависит от знака зодиака. Просто такой инстинкт самосохранения нервной системы у нас развит. Ты давно… Катюш, ты давно наращиваешь ресницы. Дай, пожалуйста, совет. У меня после того, как я нарастила, началось… Что началось? Покалывать. С чем это может быть связано? За разницу спасибо. Мне, кстати, мастера говорили, что у некоторых девчонок бывает аллергия на материалы, на растворючку, который снимает ресницы, на клей для ресниц. Просите всегда гипоаллергенный, максимально, максимально щадящий клей. Спрашивайте у мастеров. Вот. Если покалывание… Если покалывание и покраснение – это стопудово, мне кажется, аллергия. Вот. Иногда бывает, что… У меня, помню, так было. Когда слишком толстые реснички наращивали, тяжелые для моих ресниц, было вот это ощущение, как будто ресница колет в веко. Это от мастера зависит. Наверное, не очень для вас подходящее наращивание. Про бешеную сушку я не знаю, когда-то рекламировала. Наверное, молодцы ребята, я в ней никогда не участвовала. Вы обе, Сюлька, очень позитивные, красивые девочки. Всегда будьте вместе. Спасибо большое. Как относишься к Милене? Мне неприятно на нее смотреть. Чисто внешне, с моей точки зрения, она интересная девушка. Но вот эти крики и истерики… Я не выношу таких людей. Такого ребенка я бы била, чтобы он забыл раз и навсегда о таком методе воздействия на людей. Я считаю, это чистая вода манипуляции. Что вам сказать? Такой человек истеричный никогда не будет в моем окружении. Тональник сегодня я использовала, значит… Использовала… Господи, я уже не помню… Ну, как… Последнее время один и тот же. Я смешиваю темную тоналку «Мак» с… Вечно забываю эту фирму. С «Версачи», вот. Кто такая, Милина? Это девочка с проекта. Проект «Дом-2». Мне так интересно, когда вы спрашиваете советы. Спасибо за… Вот, например, стоит ли на мужчину обижаться, если он устал и не хочет пока со мной разговаривать. Спасибо. Знаете, вот я просто от себя могу сказать, что мы, девушки в частности, иногда вот сию минуту хотим показать фотку, завести разговор. А человек действительно может быть высушен на работе, устает, в зависимости от того, еще какая работа. Иногда сидит, занимается своими делами, а мы можем дергать и тыкать свое. Типа, вот, посмотри, а знаешь, это тоже наши ошибки. Стоит считаться, мне кажется, с тем, как все чувствует ваша вторая половинка. Но, опять же, если вам ответили в нормальной форме, «Дорогая, я устала, давай потом поговорим». Ну, я бы совершенно на это не обиделась. Я такой человек, что и сама люблю личное пространство, особо, как говорится, не заебываю. Вот, если на вас наорали в ответ, типа, «Да не трогай меня, я устала». Раздражение в ваш адрес уже говорит, мне кажется, о чем-то не очень хорошем. Обязательно покажу мои зайчики маникюр, как же я могу не показывать. Я хочу сделать яркий, потому что руки загорят у меня очень сильно и будет красиво. Обязательно сохраню эфир, если опять не будет никаких выпадов от моего телефона. В спортзал в последнее время не хожу. Ладочка, привет, такая русанка. Так. Таким цветом будешь делать, будешь снимать или оставишь наручные ногти. Хочу длинные, может быть, просто форму сделаю. Не квадрат, а миндалевидную. Посмотрим. Брови карандашом подкрашиваю, но в свое время делала татуаж, и вот недавно сделала оформление и окрашивание бровей тоже. На что больше всего обращаешь внимание при встрече с человеком? На его улыбку. Я визуал, я сначала рассматриваю человека, вот, на улыбку, на ногти. Не важно, мужчина это или женщина, и если у женщины плохая связь была, извините. Я сразу делаю вывод, что девушка неухоженная или мужчина неухожен. То есть это говорит о типе характера, наверное, об уровне человека для меня. Как относишься к солярии? Очень люблю солярий, в последнее время не хожу. Вот, но считаю, что белокожим девчонкам баловаться нельзя, потому что они склонны к обгоранию и могут быть проблемы. Вот. А я смогла, поэтому мне, чтобы обгореть, надо еще хорошенечко постараться. Расскажи об этом при блефаропластике. Не делала блефаропластику, но мне хотелось сделать, знаете, что есть такая операция, она совершенно простая в реабилитации. Называется взгляд маникейщицы. Некоторые девчонки себе вот так вот делается надрез, там где волосы, они чуть-чуть подтягиваются. Некоторые девчонки делают, эта манипуляция может вас, кстати, избавить от эффекта грустного взгляда. И в некоторых случаях можно две зоны использовать. То есть вот так вот, допустим, потянуть и мешок, если вываливается под глазами, тоже скорректировать. Если бы ты сравнила как-нибудь себя с каким-нибудь именно экзотическим животным, с кем бы ты себя сравнила? Ой, я не знаю. А наши русские собаки не подходят? Ну, если честно, мне кажется, что я куница. Я куница. У меня прекрасный мех. Вот. Привет, ты красотка. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, про биоревелитализацию. Про ресницы я отвечала. Не делайте больше пластиковых красот. Спасибо большое. Да, хорошая операция. Ты такая молодая. Я, например, считаю, что операция, это, ну, как бы, не обязательно только старухи должны это делать. Кто-то может корректировать свою внешность в зависимости от возможностей. Так, с каким представителем из мультика ты для себя сравнил? Ой, это я мультики так давно не смотрела. Не люблю их. Вообще не люблю детские песенки. Вот это вот. Очень рада, что попала на твой эфир. Спасибо, очень приятно. Какую процеду... Так. Милене надо к психиатру. Зачем об этом писать? Тут все ясно. Ну, так. Разблокируй ВК, пожалуйста. Все предложения по рекламе пишите мне в директ в инстаграме. В контакт я захожу очень редко. И то из-за плеера послушать музыку и сообщения там не вижу. Вот. Юля не захотела веселить таксистов. Ну, не захотела, значит, так, что нужным. Кто молодой человек по гороскопу? Весы. Ладно, признаюсь вам. Кстати, французские косички очень вам пойдут. Не знаю, что это такое. Не знаю даже, к чему это сообщение. Ну, ладно. Так. Как понять, что мужчина настроен серьезно? Вы знаете, все, мне кажется, все как-то начинается с несерьезного, с флирта, с игрулик, хи-хи-ха-ха. Вот. Но мужчина, который настроен серьезно, он, во-первых, тянется к вам и вы это заметите. Во-вторых, если у него еще есть такие качества, как забота, если он внимателен, обходителен, галантен, вы обязательно увидите в его глазах, что он заинтересован вам не как добычей, знаете. Я, например, не стала бы никогда верить вот этим вот игрункам, которые как пикаперы себя ведут. Всегда же видно, когда человек искусственный ведет себя искусственно. Лазерную апелляцию делала, очень рекомендую. Александритовый лазер, он убирает волосы навсегда. Знаю, что у девушек, у кого русые волосы, может возникнуть сложности, потому что темный волос лучше убирается. Вот мне, например, хватило 6 сеансов, чтобы удалить все навсегда. В носогубку еще ничего не колола. Виктория 8104, совершенно вас поддерживаю, как-то бестактные просьбы. Может быть, мне еще стоит раздеться. Идите сами пойте, если вам так хочется. У вас с Юлей губы одинаковые. Это не единственная часть тела, которая у нас похожа. Мы с Юлей совсем разные. На самом деле, у нас всегда сравнивали. И мне кажется, что мы с Юлей обе эффектные девушки просто по-разному. И был период в моей жизни, когда я красилась блондинку. И интернетовские бабы, которые любят обсуждать, писали мне, что я уродка, на себя не похожа, Юля красавица. И вот когда сравнивали, меня это очень расстраивало. Я считаю, что, в принципе, бестактно сравнивать людей. Кто-то красивый – это и уродка. Или наоборот. И бестактно сравнивать близнецов. И нужно всегда помнить, что наше мнение – это субъективное мнение. И не является истиной последней инстанцией. Все. У меня тут параллельный звонок, ребят. Рада была с вами поболтать в эфире. Вы очень красивая сестра. Спасибо большое. Передавайте обязательно от меня привет в прямом эфире моей сестричке. И что? Подготавливайте вопросы на следующий эфир. Пишите мне в директ по рекламе. Буду рада посотрудничать. Все. Всем пока. Впереди авария в среднем ряду. Спасибо.